Сегодня мне прислал сообщение один молодой человек, расстроил меня. Наверное, я расстрою вас этим роликом, но, понимаете, нужно говорить о таких вещах, чтобы разбираться, чтобы кто-то, кто ответственен за такие вещи, задумывались в конце концов. Хотя, говоря о России, о том, что кто-то о чем-то задумывается, понятно дело, что это всего лишь сотрясание воздуха. Молодой человек написал мне, что он отслужил в армии, хочет написать мне большое письмо о том, что там происходит с дедовщиной и просил меня осветить дело Шамсуддинова. Но так как о нем уже много чего говорили, я хотел по этому поводу сделать другой ролик, рассказать о том, как обстоят дела в немецкой армии и есть ли вообще такое понятие здесь, как дедовщина. Есть ли она, была ли она и почему ее просто нет вообще как таковой. Но это отдельный разговор. Он мне описал следующую историю, о которой я ничего не знал и думаю, что многие из вас тоже не знали. Вот о чем он пишет. Второй случай, о котором я хотел бы, чтобы вы сказали, это случай рядового Демина, тоже срочника. Он сбежал с учений в лес. Мулино Нижегородской области. В лесу он замерз и позвонил в службу спасения по номеру 112. Я бы хотел, чтобы вы включили запись этого разговора Демина с оператором службы спасения. То, каким тоном женщина из МЧС разговаривала с замерзшим солдатом, это просто не подается словесному описанию. Я понимаю, вы знаменитой человек, и Ютуб не является вашей основной деятельностью, но если вы сделаете ролик, я думаю, он многим откроет глаза на совершенно скотскую армию в РФ и скотское отношение к людям в России в целом. Я перешел на этот разговор, и честно сказать, как отец двоих детей, у меня дочь и сын, до конца этот разговор я дослушать не смог. Вот дослушал до какого-то момента, выложу его здесь вам. Если у вас больше физических, моральных сил и нервов, перейдите по ссылке и послушайте этот разговор полностью. Что меня буквально выморозило в этом разговоре, как и этого человека, который дал мне ссылку. Я здесь тоже не раз обращался в полицию и знаю, как здесь полицейские разговаривают. Вот звонит мальчик, 19 лет. Ну, вы можете представить, вообще вспоминайте себя в 19 лет. 19 лет – это ребенок. Ребенок, попавший в тяжелые условия. Условия нечеловеческие, часто я имею в виду российскую армию. Или в данном случае он оказался в лесу. Он говорит, что хотел уйти, хотел умереть. Да даже не важно, что он там хотел, он оказался в лесу, пытается вызвать помощь. Еле шевелится язык. Ощущение действительно, что он пьян, но на самом деле так разговаривают люди, которые замерзают. И что происходит на другом конце провода? Там сидит совершенно непрофессиональный человек, которого не подготовили. Вообще, какого черта этих людей допускают до коммутаторов? Вы понимаете, что вот этот непрофессионализм в России, он возмутителен. Там должны сидеть люди, которые подготовлены и понимают, что значит поведение человека в экстремальных условиях, что значит психология, ну хотя бы какие-то азы. Они должны знать, что нужно говорить в эти моменты. Как нужно из человека как можно быстрее вытаскивать ту информацию, которая нужна для службы спасения, а не размусоливать о том, почему он там оказался, что он там делает, с какой целью он там оказался и так далее. Вот если вы звоните в немецкую полицию, вы должны ответить на пять вопросов. Эта информация есть во всех местах, ее выдают даже когда вы страхуете машину. Пять вопросов. Кто звонит? Что произошло? Где произошло? Сколько жертв, если есть жертвы? И последнее, ждите ответа, оставайтесь на связи, если это возможно. Никакие другие вопросы. Ты что там хотел себя убить? Ты суицидник? Как твое имя, отчество или еще что-нибудь? Вот это все к делу не иметь ни малейшего отношения. Самое главное, кто? Где ты находишься? Что произошло? И оставайся на связи. Прежде чем вы услышите этот разговор, я хочу сказать, что парня, судя по всему, так и не нашли. Если у вас есть какая-то другая информация, напишите в комментариях. Может быть, я ее просто не нашел. Но вот то, что нашел я, я сейчас зачитаю. Вот этот парень, 19 лет, Евгений Демин, проходил срочную службу в Наро-Фоминске и приехал на учения в Нижегородскую область. Затем бесследно пропал в конце сентября. 20 сентября говорят, что он просто исчез. Спустя неделю социальные сети начали распространять объявления о пропаже молодого человека. Спустя неделю. Они утверждали, что Евгений ушел в самоволку. Предполагалось, что он автостопом собирался доехать до родного города. Его призывали одуматься и вернуться на службу. Однако через два месяца мать Евгения, Людмила, сообщила, что ее сын не появлялся дома. И на службе у него были проблемы. В тот роковой день он ушел в лес, заблудился и стал звонить в службу спасения. Была опубликована запись телефонного разговора, во время которого молодой человек говорит диспетчеру, что он в лесу, не знает, где именно он находится и что он замерз. Однако помощь Евгений так и не получил. Людей возмутило, что на просьбу молодого человека определить его местоположение диспетчер ответила отказом. Женщина сообщила замерзшему Демину, что такой возможности попросту нет. Мать же солдата уверена, что ее сына вообще не искали и даже не пытались. А факт его исчезновения просто пытаются замять. Потому что чрезвычайное происшествие произошло во время международных учений на белорусской границе. Вот и все. В настоящий момент нахождение этого парня неизвестно. А я скажу вам, что скорее всего, когда придет весна или лето, где-то найдут останки этого мальчика. Понимаете, опасности в этой стране вас подстерегают на каждом шагу. Никто в этой стране не защищен. Ни вы и ни ваши дети. Нет вообще возможности человеку с более ранимой психикой не идти в это место. Вот что написал мне этот человек, который прислал письмо. Он пошел в армию не потому, что он патриот, а потому что в тюрьму сесть не хотел. А после, когда отслужил уже там, понял, насколько это все ужасно. И это травма, которая остается на всю жизнь. И мне беспрерывно пишут какие-то люди, ну вот я армию пережил и ничего, и другие переживут. Нет. Вот кто-то переживает, а кто-то нет. И поэтому, господа, я заключить это все могу только так. Если у вас есть дети, приложите усилия. Уезжайте из этой страны. Просто потому, что вслед за вами, если вы пережили, еще придется все это пройти вашим детям. В стране, где еще меньше остается специалистов, где вообще не остается профессионалов, и где ты всегда оставлен один на один со своими проблемами и со своей судьбой. Это ужасно. Слушать этот разговор лично у меня вот просто не хватило сил. ИДД с Солодовского района, здравствуйте. Алло. Алло. Что у вас случилось, говорите? Мне холодно, я умираю. Где вам холодно? Где вы умираете? В армии. В армии? Да. Ну и что? Все в армии служат. Военнослужащий находится в лесу. Он не знает, где. Сориентируйте его, может он подскажет, вы знаете, где. Где вы находитесь? В лесу, что ли? Я параллельно сходил в полицию. Да. Вы мне объясните, вы где находитесь? В лесу. В лесу. Вы военнослужащий, что ли? Да. Вы что, отбились от своей этой самой? От своих, что ли, отбились? Я сам ушел. А зачем вы ушли-то? А примерно в какую, что ли? Хотел умереть. А? Хотел умереть. Хотел умереть? Я прошу прощения, это 112. У нас военнослужащий в лесу, поселок Мулино. Попытка суицида заблудилась. Не знаю, где находится ГДДС, тоже на линии. Выясните, пожалуйста. Спасибо. Это как-то заблудился или попытка суицида? Он ушел в лес с попыткой суицида. Он ушел в лес, хотел покончить с собой. Но заблудился, передумал. Да, молодой человек. Вы передумали? Евгений Николаевич, вы передумали? Я не могу идти, я знал. А вы из какой части? 19, 613. Повторите еще раз. 12? Да. 12, дальше. 19, 613. 12, 613. 612. 19, 612, да? Да. А эта часть-то где находится? У Мулино? Или вы приезжие, откуда-то приехали на учения? На учения. На учения приехали? А откуда вы из учений приехали? Нарфа-Минска. Нарфа-Минск. Это из Москвы, да? Да. А кто у вас командир? Макаров. Макаров? А телефон... Макаров, а зовут его как? Не знаю телефона. И телефон не знаете его, да? А вы не можете пробить, вместо того, что даже нет. Мы не можем пробить, у нас нет такой техники, чтобы пробить. А как вам фамилия-то? Я не знаю, что ли. Я... У меня холод не заверзает. Семен Евгений Николаевич. Евгений... А вы далеко от лагеря-то ушли? Не знаете? Сейчас, сейчас... А? Да, сейчас... Сейчас шли? Да. Господи. Евгений Николаевич, с какого года рождения-то? Тысячный. Какой? Тысячный? Да. Вы контрактник? Срочник? Да. Вы служите постоянно на Рафаминске или в Мульне? На Рафаминске? Постоянно? На 2 декабря вы там на учение. А, здесь у вас от правильного учения, да? Да. Так, надо звонить в 333-й этот учебный, в этот, в этот, в этот... Так. А вы где находитесь? У вас где-то какая-то дорога есть, тропинка, что-то там, чего-то есть у вас? Нет, я шел просто в лес. Просто шли? А у вас фонарик есть, спички есть? Просто зажигалка, зажигалка. Зажигалка есть? А телефон-то заряденный? Да. Да, есть. Немного. Хорошо, мы сейчас вяжемся с 333-м учебным центром. Так, а... Все, все. Командир у вас Макаров. Имя, отчество не знаете, да? Он майор, капитан, кто он там? Старший лейтенант. А у вас звание какое? Лейдовой? Да. Что? Все в армии служат. Что? Все в армии служат.